Можно получить точность до двух сантиметров. На данный момент мы проверим качество полученной нами информации. Для этого мы при помощи команды OpenSearch загрузим полученный ортоплан. Вот наш ортоплан. Здесь мы непосредственно можем уже работать, отрисовывать плановую часть и тому подобное. В принципе для дешифровки мы с вами не выставляли высокие разрешения фотографии, поэтому довольно эффективно получилось. Но для общего понимания на данный момент хватит. Также вы можете загрузить сюда при помощи той же самой команды ручную карту высота. И также можно здесь в соответствии с ней обрабатывать данные. Добавим сюда точки, снятые диаметром EGPS. Сделаем более нагляднее отображение точек. У меня есть на данном контур здания и контур крыши. Также я снимал непосредственно ось дороги, ось тропинки и подснял точки рельефа. Подснял трубу и бетон. Также мы можем импортировать сюда CMM нашу, посредственно полигональную. Я ее уже добавил, создавая на ее основе готовую поверхность. Давайте сравним точность высотную полученную. В ней себе укладывается 5 см. На открытых местах 2 см. Сказки люк в 3 мм. Ось троп в 2 мм и 2 см. Тут я снимал поверху 64-63 опера санта. На четкой видимых поверхностях у нас все совпадает в пределах допуска. Далее мы можем посмотреть непосредственно границы контура зданий. Их мы лучше посмотрим через карту высот. Так как мы должны брать за основу контура непосредственно стен зданий. На артофотоплане мы этого не увидим. Как видим для скорости работы я экспортировал в плохом качестве, но и обрабатывали мы в среднем. На более высоком будет более показательные данные. Вот у нас контур крыши, контур здания, контур здания. Тут у нас был щиток электро, контур здания сидит отлично. Всевозможные клумбы и контур зданий. Так же пусть мы поймали хорошо. Пусть бетона вымана хорошо. По высотам мы смотрим. Подснято все хорошо. По точности, средняя точность по высоте. Если мы не берем какие-то участки, где у нас довольно крупные таба и тому подобное. В принципе по высоте мы получаем точность спокойно. До 5-8 см. Но на ровных участках, на ровных поверхностях свободно и просто можно получить точность до 2-3 см. Всегда проверяйте себя при каких-то погрешностях, составлении фотоплана, искажений. Не стесняйтесь потратить лишнее время на выбор более удачной фотографии. Небольшое еще что можно сказать. На данный объект возможности у меня было по цене только дорогу, кое-где. Какие-то бетонные элементы, трубы и тому подобное. В принципе для сравнения можно добавить, чтобы зрительно понять как сидят точки. Можно добавить и сюда. Для этого сделаем все то же самое. В принципе можно и здесь смотреть, что у нас получилось непосредственно. Сидит ли она, сидят ли точки там где им положено. И самое основное, при обработке не стесняйтесь терять время на классификацию бок точек. По сути это все. Видео уроков по работе с мета шейпом. Вагон и маленькая тележка. Здесь оказалось лишь небольшие возможности.